Как грамотно и правильно создать телеграм-канал Привет, меня зовут Макс Бондаренко и в данном видео мы с тобой рассмотрим как правильно и грамотно создать телеграм-канал с фишками, которые помогут продвинуть ваш телеграм-канал и набрать даже возможно бесплатно каких-то подписчиков. Сразу хочу сказать, что телеграм-канал можно создавать как из мобильной версии, так и из ПК. Начнем мы с ПК, я вам все сейчас покажу. Погнали! Итак, для того, чтобы нам было удобнее работать, мы скачаем на ПК телеграм-канал, вбиваем такую фразу, переходим в telegram-desktop, вот этот вот сайт.org и качаем для Windows или там для любой оперативной системы, которая у вас установлена. И устанавливаем на ноутбук или на компьютер ваш телеграм. Итак, после того, как мы скачали и установили телеграм-канал, интерфейс будет вот такой, нажимаем сюда и здесь нажимаем создать канал. И первая фишка при создании телеграм-канала, здесь нужно подобрать грамотное название канала. Здесь мы пишем, но желательно по-русски название телеграм-канала. И здесь вы выбираете одну из самых популярных фраз в вашей нише и вбиваете ее сюда для того, чтобы ваш телеграм-канал появлялся в поиске для сбора подписчиков. Давайте я буду, ну, например, делать криптоиндустрию. Канал связан с криптоиндустрией и назову его Крипто Максимум. Также сюда мы подгружаем с вами заранее подготовленную аватарку. Здесь можно сильно не париться. Выбираем свою аватарку. Здесь мы пишем заранее подготовленное описание канала. Кстати, в это описание, это будет фишка номер два, мы вставим ссылочку на наш чат, который чуть позже с вами создадим. Итак, в описании, что пишем, мы, конечно же, берем наш тоже ключевой запрос. Рассказываю все о криптоиндустрии и криптовалютах. Делюсь фишками в этой нише. Вот оно, одно ключевое слово, криптоиндустрии и криптовалюты. Это тоже второе ключевое слово. Также крипта, да, у меня есть и в названии моего сообщества. С помощью этих слов наш канал и будет, скорее всего, по каким-то определенным запросам выпадать именно в поиске Телеграм. Кстати, да, вот я здесь сделал ссылочку на чат и по рекламе. Это мой личный аккаунт, Максим Бонс. Это ваш аккаунт, который вы завели в самом Телеграм. И нажимаем создать канал. Итак, наш канал создан. Далее мы нажимаем на троеточку сюда, нажимаем управление каналом. Здесь вы можете все редактировать. Название, вот эту вот аватарку и, на самом деле, описание. Второе, что мы должны сделать? Мы должны из тип частный сделать публичный канал. И здесь фишка номер два при создании Телеграм-канала, который поможет для продвижения. Здесь вы должны назвать канал английскими и латинскими буквами, назвать как хотите. Максимально короткое название. И сюда я впишу ключевое слово крипто. Давайте попробуем. Я вот ставил такое название крипто Максимус. И все, эта ссылка доступна. И здесь нажимаем сохранить. Такая ссылочка в вашем канале появится. И, в принципе, вы сможете эту ссылку указывать у себя в видео или в социальных сетях. Ее легко запомнить. Далее мы опускаемся к следующей фишечке. Нажимаем в реакции. И здесь включить реакции. Проверьте вот эту галочку и включите все ваши реакции. Для того, чтобы на каждый пост люди могли реагировать, создавать какую-то активность. Нажимаем сохранить. Следующая фишка. Нам нужно создать группу для того, чтобы привязать к этому каналу. Для того, чтобы люди могли комментировать ваши посты в вашем Телеграм-канале. Нажимаем сюда создать группу. И здесь вы выбираете крипто Максимум. Чат можно так, да. Здесь подгрузить обязательно аватарочку. Чат канала. Вот это название. Вот сюда вставляем. И нажимаем создать чат. Все, нажимаем сохранить. И здесь видим, да, что обсуждение крипто-чата у нас подключено. Нажимаем сохранить. Переходим в наш созданный чат. Аватарочку поставить сами. И здесь тоже нажимаем в управление группой. Здесь выбираем тип группы публичной. И здесь тоже нам нужно подобрать название. Но давайте также сделаем крипто. Также здесь опускаемся. Проверяем, чтобы все было так. Нажимаем сохранить. Что здесь? Обязательно проверяем реакции. Нажимаем сохранить. И разрешение. Заходим. Отправляем сообщение. Меди файлы. Стикеры. Просмотры. Создание опросов. Вам нужно убрать. И здесь вот так вот это все. Нажимаем сохранить. Администраторы. Администраторы здесь есть. Здесь вы можете добавлять администраторов. Нажимаем сохранить. Итак, возвращаемся в наш телеграм-канал. Нажимаем управление каналом. И здесь мы видим, что у нас крипто максимум чат подключен. И вот сюда, как раз таки я говорил, вставим ссылочку на наш чат. Открываем еще раз. Заходим в наш чат. Копируем вот эту ссылку. Возвращаемся. Возвращаемся в описание нашего канала. Управление каналом. И сюда вставляем эту ссылочку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы... Ну, сохраняем соответственно. Для того, чтобы люди, которые пришли в ваш канал, они вот так вот зашли в описание. И по этой ссылочке зашли в чат канала. Для того, чтобы вписаться в этот чат. И они могут, кроме вашего канала, еще и быть в чате и комментировать ваши посты канала. Кстати, друзья, по ссылочке в описании к этому видео вы можете перейти и забрать дополнительные бонусы по продвижению в социальных сетях. И совсем недавно я выложил целых три схемы. Создание для своего телеграм-канала именно рекламных постов для посевов. И вообще, в принципе, рекламных постов. Обязательно переходите по ссылочке в описании, забирайте эти бонусы. Все бесплатно. С вас только лайк этому видосу. Ну и желательно репост, если вам не трудно. Также, что важно при создании канала, это в вашем личном аккаунте зайти в настройки. И здесь проверить конфиденциальность. И здесь вы должны себе поставить двухавторную аутентификацию обязательно, чтобы ваш телеграм-канал не угнали ни какие-то левые люди, ни какие-то странные администраторы, которых вы можете назначить. И чтобы, короче, не было никаких интересных и ненужных нюансов. Итак, после того, как мы закончили с каналом, нам нужно еще сделать закрепленный пост. Закрепленный пост обычно используется для навигации по вашему контенту внутри телеграм-канала. Это очень удобно. Человек открывает один пост и по хэштегам переходит и открывает тематики. Определенные тематики в вашем телеграм-канале. Что это такое? Ну, давайте я вот сделаю вот так. Например, вы пишете «Навигация по годному контенту канала». И пишите, например, «Криптосделки». Ставите хэштег, пишите на английском языке «Криптосделки Макс». И добавляете в конце какой-нибудь, например, свой какой-то именной хэштег. Ставите хэштег и пишите «Криптосигналы Макс». Такое количество хэштегов по каналу вы можете делать бесконечное количество. Нажимаете, да, и здесь нажимаете правой кнопкой «Закрепить». Закрепленный пост в вашем канале опубликован. Также он уходит в ваш чат. Друзья, в скором времени появится открытый набор в клуб по телеграм-продвижению. Обязательно на него приходите. Ссылочку на этот клуб я оставлю в описании. Обязательно приходите, почитайте. Возможно, на момент, когда вы смотрите это видео, этот клуб уже открыт. Так что всем welcome. Мы все там как раз-таки рассматриваем. Как искать каналы, как анализировать, как делать рекламу, как работать с текстами, какие есть триггеры, как продавать в своих телеграм-каналах, как выбрать тематику. Там очень много будет информации. Так что welcome в клуб, я всех вас там буду ждать. Что это такое? Человек заходит в ваш канал, открывает вот этот вот пост и нажимает на хэштег. Например, он хочет посмотреть ваши криптосделки. Нажимает на этот хэштег. И все посты, которые вы будете выкладывать именно этим хэштегом в самом конце, этому человеку вывалятся. Также, если он захочет посмотреть сигналы, нажимая на этот хэштег, все посты с этим хэштегом ему тоже вывалятся. Это очень удобная навигация. Таких хэштегов можно делать бесконечное количество. Разбить свой блог и выложить целую кучу навигационных хэштегов. Это прям топовая фишка для создания и продвижения телеграм-канала. Ну вот, например, давайте я вам покажу на примере своего канала. Кстати, вот, пожалуйста, подписывайтесь. ImaSMM, Максим Мандаренко, ImaSchool. Здесь вот он, закрепленный пост, где я выкладываю про дзен, про телеграм, про вконтакте, про все социальные сети. Вот так вот нажимает человек на хэштег. Например, давайте про телеграм. И здесь вот выпадают все-все-все-все посты, которые были на тему телеграма. Здесь я очень много выкладываю видео, всяких вот фишечек интересных, да, дополнительные какие-то видосы. Обязательно, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании есть. Я вас там жду. Надеюсь, это было полезное видео по созданию телеграм-каналов. И как эти фишки, про которые я говорил в этом видео, влияют на продвижение вашего телеграм-канала. С вами был Макс Бондаренко. До новых встреч. Увидимся.